всем привет в этот раз мы подготовили для вас маршрут одного дня по одному из самых прекрасных городов на планете вы увидите все самое красивое крепости дворцы парки очень много воды реки каналы фонтаны и много петров первых в общем будет интересно друзья мы рады приветствовать вас в санкт-петербурге наш маршрут начинается с острова который называется зайчи большинство туристов начинает знакомство с петербургом с невского проспекта но мы убеждены что отправной точкой маршрута все же должна быть петропавловская крепость ведь именно она сердце и душа этого города и именно ее основание дало толчок к развитию санкт-петербурга петропавловская крепость старейший паветник архитектуры санкт-петербурга она заложена 27 мая 1703 года и вот уже 319 лет весь город отмечает свой день рождения именно в эту дату что впрочем неудивительно когда петр первого воевал здешние земли у шведов и заявил что теперь это его болото то встал в вопросах защиты от неприятеля построить крепость логичное решение хотя забегая немного вперед скажем что свою миссию петропавловка так и не выполнила если петропавловская крепость сердце санкт-петербурга то сердце петропавловки соборная площадь объяснять название наверное не нужно здесь находится петропавловский собор усыпальницы российских императоров дома романовых от петра первого до николая второго кстати обратите внимание на маленький домик который сейчас находится за моей спиной когда петр первый основывал петропавловку он сказал я хочу чтобы здесь продавали магниты для туристов но если говорить правду то на самом деле это домик строился специально для того чтобы в нем хранился ботик петра первого и достаточно долго выполнял эту функцию и уже потом только стал сувенирным магазином павильон называется ботным домиком а судно которое здесь хранилось было скажем так учебным для юного царя она покинула это почетное место в первые половине двадцатого века но сегодня туристы забегают в павильон не только за сувенирами но и чтобы увидеть копию того самого ботика еще рядом с соборной площадью находится всемирно известный памятник петру первому по правде он таким конечно не был просто как говорят скульптор делала петра непропорциональным чтобы подчеркнуть противоречивость его натуры интересный момент состоит в том что петропавловка никогда не участвовала в сражениях зато два столетия была политической тюрьмой достоевский радищев горький это лишь несколько знаменитых фамилий и и узников здесь же своего приговора ждали декабристы сегодня в трубецком бастионе можно познакомиться с истории петропавловской крепости как политической тюрьмы и посочувствовать арестантам условия содержания которых были мягко говоря тяжелыми кстати обратите внимание на ковры они здесь для того чтобы надзиратель мог незаметно подкрадываться камере подглядывать за узником в петропавловке есть чем заняться здесь много музеев есть пляж обязательно выйдите на пристань там очень красиво можно подняться на смотровую площадку невскую панораму тоже интересно а еще у крепости есть красивая традиция которой больше сотни лет каждый день ровно в полдень да раздается пушечный выстрел с нарыжки на бастиона вот вам еще интересный факт этот остров называют заячьим потому что говорят что петровские времена здесь было много зайцев их много и сегодня на форме разных скульптур но пожалуй самый известный это арсений туристы буквально закидывают его монетками потому что считает что если попасть то он исполнит желание ну а мы покидаем петропавловскую крепость и уверенно держим курс на крейсер аврора кстати важное примечание по пути вы встретите как на вид казалось бы невзрачный но тем не менее очень исторически значимый домик это домик самого петра первого где он жил несколько лет только что основанном им городе обязательно зайдите внутрь не игнорируйте его но для начала посмотрите наш санкт-петербург межсезонье где мы про него рассказываем ну вот наконец мы приближаемся к ней прекрасной пролетарской богини утренней зари но сразу скажем что этот музей достаточно противоречивый потому что есть мнение что аврора то не настоящая на самом деле говорят что это муляж то и аврора настоящая была разграблена еще в советские годы и ее остатки гниют где-то на берегах финского залива но конечно же мы не беремся об этом судить ну а вам все равно рекомендуем обязательно посетить этот музей он классный ну вы знаете что крейсер аврора вошел в в историю как важный участник революционных событий октября 1917 года именно с него был сделан выстрел который послужил сигналом к штурму зимнего дворца и по сути ознаменовал начало новой эпохи хотя и эта информация противоречива есть мнение что решающий выстрел прозвучал сюжет уже знакомый нам петропавловской крепости в музее крейсера можно увидеть предметы быта моряков и узнать историю авроры в искусстве так в 1900 году она была спущена на воду потом участвовала в сражении включая сусимская дальше случились революционные события сделавшие крейсер легендой во время великой отечественной войны аврора участвовал в обороне ленинграда а в 1948 году обрела постоянное место жительства петроградской набережной и вскоре стала музеем на радость нам с вами и прежде чем снова погрузиться в познание истории города давайте сделаем творческую паузу это мозаичный дворик обычный петербургский двор который в какой-то момент наполнился разноцветной мозаикой и стал сказочным за это стоит сказать спасибо художнику владимир лубенко и его ученикам к слову горожане туристы приходят сюда не столько за впечатлением сколько конечно же за красивыми фоточками но идем дальше вы наверно думаете что санкт-петербург это какие-то там каменные джунгли и это абсолютно не так нашем прекрасном городе очень много замечательных парков например сейчас мы находимся на пересечении сразу трех таких зеленых это михайловский сад летний сад и марсова пуля еще с 4 стороны михайловский замок категорически нельзя приехать в питер и не погулять по летнему саду который был заложен аж петром первым это самый старый и самый известный парк города практически его ровесник здесь ощущаешь мощь истории этого места деревья стоит вдоль дороги как солдаты и как будто даже строго на тебя смотрят под взглядами хочется рассуждать о чем-то важном серьезным и даже вечном еще в парке много статуй представляющих большую историческую ценность хотя нет это копии тех статуй оригиналы в михайловском замке но еще как и положено царскому парку летний сад гордится своими фонтанами не петергоф конечно но все равно изящно но и наконец сапоги и местной красоты красивейшая ограда со стороны не вы и все эти прелести в сумме сделали бы летний сад идеальным если бы не одно но при таком количестве камер и решеток чувствуешь себя здесь не гостем а заключенным но давайте еще все же пару слов скажем о жемчужине летнего сада летнем дворце петра первого дворец возведен к 1713 году и был летней резиденции царя а сегодня в него можно попасть только в составе экскурсионные группы только летом только в хорошую погоду и только по весьма нелояльному ценнику 800 рублей на человека но на наш взгляд нанести визит все же стоит во дворце восстановили настоящую атмосферу жилище петра первого каким оно было 300 лет назад все интерьеры и предметы особенные и интересные например где еще увидите такую тонкую работу невероятно да как вообще можно смастерить такое рядом с летним садом находится другая зеленая зона где любят отдыхать горожане марсово поле но парком его назвать нельзя территории известны тем что здесь много сирени кстати ставьте лайк если любите сирень еще люди здесь отдыхают на лужайке прямо в центре большого города впрочем историческую значимость локаций придает не это а то что здесь находится массовое захоронение жертв революции 1917 года сегодня наверное сложно представить какой-либо крупный город без такого прекрасного символа как вечный огонь но знаете ли вы что в советском союзе вечный огонь впервые зажгли именно здесь на марсовом поле в ленинграде это было в 1957 году в честь сороковой годовщины октябрьской революции но не ходите на марсово поле ночью издревле она считалась гиблым местом где пропадают люди ходят слухи что здесь поселилась темная сила еще в незапамятные времена задолго до основания петербурга но видите вдали виднеется михайловский замок пойдемте его рассмотрим ну вот вам кстати еще одно мистическое место это михайловский замок или дворец павла первого что символично он прожил здесь ровно 40 дней а потом его убили заговорщики но его призрак остался здесь и до сих пор бродит говорят что павел подходит к окнам в полночь играет на музыкальных инструментах и обожает пугать охранников но вы его вряд ли увидите ни один уважающий себя призрак не станет демонстрировать себя толпе людей а людей в замке днем действительно полным полно ведь он ходит состав русского музея гости приходят чтобы увидеть частично воссозданные интерьеры интересные экспозиции а наш маршрут продолжается мы ныряем в михайловский сад он меньше на слуху чем летний но справедливости ради не уступает ему по возрасту сегодня это очень приятно заполненная зеленью тенистая прогулочная зона где люди интересно проводят время горожане приходят чтобы посидеть в кафе спокойно пройтись порисовать или заняться спортом ну а мы пересекаем этот чудесный сад чтобы пересекаем его чтобы оказаться у самого красивого теремка сан петербурга храма спас на крови но вы уже поняли что петербург это особенный город буквально с каждой его достопримечательностью связана какая-то красивая история или легенда и храм спас на крови не исключение вы конечно же знаете что он построен в том месте где был смертельно ранен император александр 2 но знаете ли вы что его охраняют особые сверхъестественные силы так советский еще до военный период его планировалось уничтожить но как бы страшно это не звучало его спасла как раз великая отечественная война и даже в период войны он не был разрушен один снаряд попал в перекрытие не взорвался очень многие годы там лежал а потом его достали и обезвредили вот такая вот петербургская мистика спас на крови строился целых двадцать четыре года до 1907 и как вы конечно заметили он выполнил русском стиле в стиле сказочного русского терема и почему-то вызывает теплые ассоциации с большим вкусным пряником но невозможно равнодушно смотреть на эти изразцы с кокошниками они западают прямо в душу имейте ввиду что внутри храм не менее прекрасен чем снаружи загляните это настоящий музей мозаичного искусства красота просто невероятная ну а нам пора дальше продвигаемся к невскому проспекту и взгляд упирается в еще одно чудо петербурга казанский собор он чем-то похож на осьминога такой огромный размашистый что даже сложно целиком запечатлеть его на камеру кстати построен собор 1811 году и помимо своей красоты еще известен тем что здесь похоронен великий полководец михаил кутузов дальше наш путь идет по невскому проспекту главному магниту для всех туристов давайте скажем пару слов о нем он идет от невы до снова не вы и да бесспорно прекрасен но если вам скажут что-то вроде размеренно прогуляться по невскому в летний выходной день не верьте скорее это выглядит так толпа подхватывает вас и несет а что делать главная артерия мегаполиса мы практически дошли до невы и здесь нужно свернуть направо и через арку главного штаба выйти на дворцовую площадь на площади постоянно происходят какие-то события то фестивали то забеги поэтому не факт что застанет ее фотогеничном виде но главное прелесть рассмотреть в любом случае можно во первых это само собой зимний дворец он же музей армитаж летом в него говорят сложно попасть но мы приходили в межсезонье проблем особых не было вторая достопримечательность площади здания главного штаба в котором тоже размещена экспозиция эрмитажа ну и нельзя от не обратить внимание на высочинную александровскую колонну которая известна тем что держится за счет собственного веса если перейдете невский проспект то слева от него попадете в александровский сад здесь находится еще одно старейшее здание санкт-петербурга адмиралтейство главная судостроительная верфь города в далекие времена шпиль адмиралтейство один из неизменных символов нашей северной столицы а если прогуляетесь чуть дальше то увидите знаменитый памятник петру первому медного всадника который кстати на самом деле бронзовый у него всего три точки опоры что уникально а его возведение было крайне непростым в общем не обошлось без приключений еще рядом находится исакийский собор но о нем мы уже рассказали в нашем фильме санкт-петербург межсезонье смотрите по ссылочке на экране а завершим свою прогулку мы на васильевском острове перейдем него и окажемся на стрелке поздороваемся с петром первым и спустимся к неве чтобы полюбоваться волшебным видом на петропавловскую крепость а еще на вальске нужно обязательно разглядеть арастральные колонны которые когда-то служили маяками это уникальное место где встречаются четыре могучие русские реки точнее их символы него волхов волга днепр и на этом мы закончим наш однодневный маршрут в идеале можно было бы вернуться на петропавловку но как раз сейчас мост к ней закрыт на реконструкцию и напоследок искренняя рекомендация возьмите на адмиралтейской набережной ночную прогулку чтобы наблюдать с воды развод мостов зрелище потрясающе это должен увидеть каждый а мы с вами прощаемся приезжайте к нам санкт-петербург и наслаждайтесь этим городом одним из лучших на планете подписывайтесь на наш канал потому что мы и дальше будем готовить для вас интересные фильмы ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик до скорых встреч до встречи ну